Евгений, добрый вечер. Из цикла «Драматургия и истории» я знаю ваше отношение к современному театру. Вместе с тем, может быть, среди театров Москвы есть исключения? Какие спектакли вы можете посоветовать? Да, но видите, в целом, я могу только повториться, театр упал вместе с кинематографом, вместе с живописью на дно современности, на дно помоечное. Это правда. Если говорить о русском театре, даже не о русском, сегодня такого понятия, наверное, нет, а о театре в Российской Федерации, который очень разный и одинаково, к сожалению, низкого качества, то потеряна ладная эстетика, ладный смысл, потеряна техника, потому что сериальное быдло, актерчики-антриприз, да, ну, вы понимаете, еще какие-то старики, которые впитали мастерство, тембр, жест, звук, эмоцию, они могут что-то такое сделать, изобразить и в сериалах, и на сцене профессиональной, и там, и там, как-то. А молодежь, которая изначально из провинции приезжает быдло, и чтобы не учить математику, идет театральный вуз, и тут же с первого курса в сериал и прочее, причем как сериал, это что, не на одну серию, не на две, это же на годы. На годы играть самого себя это быдло. И уходит техника вообще, то есть профессионализма просто нет. Ну, как это можно, да? Талант измельчен и уничтожен, тем более господство так называемой, даже не новой драмы, это 90-е годы, а пост-пост новой драмы, то есть просто помойка на помойке. Если раньше был Гамлет на помойке, теперь уже просто помойка на помойке. И исключений почти нет. Что-то пытается уже с плохим здоровьем делать Туминос в театре имени Вахтангова, и это что-то, хотя он уже себя копирует, все на чемоданах, все в черном кабинете. Да, это бывает интересно и достойно. То есть не все в Вахтанговском театре так, как делает уровень Туминоса, но так или иначе. А в целом, вы знаете, я вам скажу честно, я вам советую настоятельно обратиться уже к записям. Причем к записям театральным до 1985 года. Потом 90-е, начало 2000-х только Виктюк, и то где-то до 2004-2005 года. И Любимов тоже до 2004-2005, он может быть, седьмого года на Таганке у Юрия Петровича. Сегодня там уже все умерло. И вот примерно так. Вы знаете, вы можете жить и в записях. Это сотни гениальных постановок. Конечно, театр это живое. Ну, что поделать, зачем же вам живое мерзкое, убогое и плохое? Негативный опыт – это очень плохо. Это очень опасно. Поэтому, если раньше классики говорили, потом Даронин озвучил, идите в театр и умрите, если можете. Теперь, слушайте, не идите в театр и живите, если можете. А вот я же делал, еще тратил свое время, когда я ставлю спектакли, редко, потому что мне легче самому выступить, чем объяснять идиоту-актеру. Приходите. Когда у меня моноспектакли или концерты стихов, монологов, пожалуйста, приходите. Вы получите тот уровень, который был и который должен быть. И вот сейчас, я думаю, уже было 25, потом 50. Когда будет 100% разрешать зал, конечно, я сделаю концерт. И мы с вами сольемся в этом экстазе любви к театру. Дальше.